Тема телефонных мошенников остается актуальной. Как обезопасить себя и своих близких от угрозы, исходящей от киберпреступников? На что обратить особое внимание? На эти и другие вопросы постараемся ответить в нашем актуальном интервью. Нами ежедневно, ежечасно проводится работа, проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление лиц, совершающих данные преступления. Устанавливаются, естественно, и привлекаются к уголовной ответственности. Один из самых распространенных видов телефонного мошенничества – это когда нашим жителям, гражданам звонят и представляются сотрудниками службы безопасности банка. После чего вводят граждан в заблуждение под различными предлогами, выманивая персональную информацию, которую они в дальнейшем используют для того, чтобы похищать денежные средства со счетов. Пройдем те или иные действия. Также очень распространенные виды мошенничества связаны с так называемой покупкой товаров на различных торговых площадках, бесплатных сайтах объявлений, таких как Авито, Юла. Чаще всего людей заманивает, так скажем, сладкая цена. То есть вещи, которые продаются мошенниками, цена на них указана намного ниже рыночной. После чего опять же происходит контакт с мошенником, который говорит, вот либо отправьте нам, пожалуйста, предоплату за товар, так как цена снижена. Мы не знаем, купите вы или нет. Либо переходят, есть так называемые службы доставки, которые должны доставлять этот товар. Они отправляют ссылки либо в мессенджер, либо по смс. После чего переходят на фишинговые так называемые сайты, куда вносятся свои персональные данные и карты и похищаются денежные средства граждан. Также активно используются социальные сети для похищения денежных средств на них. То есть создаются так страницы, на которых размещают, допустим, тот или иной товар, накручивают отзывы, накручивают пользователей на этой странице. Тем самым привлекают людей, большим объемом захватывают аудиторию, перечисляют денежные средства. То есть там идет по полной предоплате, после чего страница удаляется. Понятно, что на уровне законодателя и, собственно, кредитные организации сейчас предлагают определенные механизмы, которые позволяют ограничить возможность, например, установить какие-то лимиты на расходе денежных средств в течение дня, недели или месяца, а также на размер одной транзакции, платежа, который осуществляется из личного кабинета. Поэтому, если есть такие возможности, можно ими воспользоваться для того, чтобы оградить лиц старшего возраста, да не только их, собственно, и самих себя. Плюс есть варианты, когда можно ограничить возможность получения онлайн-кредитов. Тоже, казалось бы, для чего это делается? С одной стороны, мы ограничиваем возможность получения онлайн-кредитов, но при этом есть возможность дистанционно это ограничение снять. Казалось бы, в чем логика? А логика в том, чтобы был определенный временной лаг или разрыв между моментом выхода на жертву, то есть когда мошенники человека привели уже в определенное психоэмоциональное состояние, когда он, собственно, готов сделать все, о чем его просят. И тем моментом, когда такая техническая возможность возникнет. Может быть, в течение этого времени человек одумается, начнет все-таки размышлять, либо с кем-то посоветуется, что по факту не позволит ему осуществить существенную ошибку, которая в конечном счете может привести к тому, что средства, собственно, будут выведены со счета. Я бы рекомендовал людям периодически запрашивать информацию в бюро кредитов, раз в полгода можно этот запрос оформлять абсолютно бесплатно и получать соответствующую информацию о том, фактически получали ли вы кредиты, либо кто-то на вас получал ли кредит или нет. С тем, чтобы можно было, соответственно, прореагировать и понимать вообще, в каком состоянии вы находитесь. Вот очень распространенные, допустим, микрофинансовые организации, это вот это быстрые займы. У нас неоднократно были зарегистрированы такие случаи, когда на лист без их ведома оформляли микрозаймы. Это было в случае утечки их, допустим, паспортных данных, ксерокопии паспорта или еще что-то. Специальными графическими редакторами редактировались фотографии, получали займы мошенники. Так что со своими персональными данными надо быть максимально осторожными и аккуратными. Что бы вы посоветовали все-таки нашим жителям, какие-то правила, может быть, такие вот нехитрые, чтобы они не попались в лапы телефонных мошенников и смогли сохранить свои следствия? Тривиальные советы, что не сообщать данные своей банковской карты никому, не пересылать фотографии лицевой оборотной части карты через мессенджеры, не сообщать информацию, которую вы получаете либо в пуш-уведомлениях, либо в смс-сообщениях, которые поступают от кредитной организации, не вводить свои данные банковской карты на непроверенных сайтах. Если человек занимается шопингом в интернете, лучше использовать проверенные торговые площадки, либо использовать приложения. Официальные приложения этих интернет-магазинов, вероятность мошеннических действий здесь существенно снижается. Есть еще один момент. Не нужно перезванивать по тем номерам, которые вам поступают под видом звонков от кредитных организаций, либо смс-сообщений с неизвестных номеров. Не нужно переходить по тем ссылкам, которые в этих сообщениях содержатся, потому что с высокой долей вероятности они вас могут привести опять же на мошеннический сайт. Тут есть еще один момент, связанный с кибер-угрозами. Там может либо троянская программа, либо какой-то вирус, который тоже, если должным образом не защищено ваше оборудование, ваш гаджет, нанести определенный вред и в том числе похищать ваши персональные данные. Тайны личной жизни, переписки и так далее. То есть что касается фишинговых сайтов, мы их так обычно называем, это сайты подмены, это к вопросу о том, когда люди приходят к нам с заявлением и говорят, откуда они знают наши персональные данные. Вы же сами их вводили, допустим, месяц назад покупку совершали. Надо понимать, что эти сайты тоже взламываются, оттуда тоже похищаются эти данные, выкладываются в сеть, продаются на теневом интернете. Поэтому это все попадает в руки злоумышленников, которые в дальнейшем это все используют. Очень важный момент, который, на мой взгляд, тоже каким-то образом должен граждан остановить в принятии скоропалительных решений. С чем он связан? С тем, что по факту, если банк видит какую-то нетипичную операцию, которую вы совершаете, у банка по факту в отношении каждого клиента сформирован определенный профиль. Но если я, например, не осуществляю покупки в интернет-магазине на сумму 100 тысяч рублей, то я их не осуществляю. И эта операция банковской системой, информационной банковской системой в той или иной кредитной организации, она, естественно, будет считаться нетипичной операцией. У меня у самого был конкретный пример, когда я осуществлял покупку в интернет-магазине, и мою операцию заблокировал сам банк. Мне пришло сообщение, что ваша операция приостановлена, с вами свяжется представитель кредитной организации. Абсолютно реальная ситуация. И информационно-аналитические банковские системы могут это делать, и блокировка абсолютно законно осуществляется. Кредитная организация, видя сомнительную активность, либо нетипичной операции, по определенным машинным алгоритмам они их выясняют, вычисляют эти операции. И банк может приостановить на 48 часов проведение того или иного платежа. Согласитесь, двое суток – это вполне адекватное время для того, чтобы человек оценил какие-то вероятности и сделал для себя правильные выводы. Естественно, в течение этого времени человек должен связаться с кредитной организацией и проинформировать, совершал ли он этот платеж, либо не совершал его. Если человек не выйдет на связь с кредитной организацией, то платеж будет осуществлен. Но согласитесь, это тоже действийный механизм. Плюс тот механизм, который я сам использую и другим советую – не поленитесь, заведите отдельную банковскую карту для того, чтобы пользоваться ею при расчетах в интернете. Или ту карту, с которой вы будете переводы осуществлять через S-болы, непосредственно из личных кабинетов. И периодически заводите туда относительно небольшую сумму, либо под конкретную покупку. По крайней мере, уровень потери, который, возможно, в этом случае, будет существенно ниже, если вы, например, используете для таких целей зарплатную карту. Если человек не хочет нести дополнительные затраты, можно, в принципе, деньги держать на счете до востребования в кредитной организации и оперативно переброску делать на ту карту, с которой вы, по факту, будете осуществлять расчеты. Очень простой способ, но, по-моему, очень действенный. По факту, потери в данном случае может быть существенно уменьшены. И как бы там злоумышленники ни старались, если на счете 10 рублей, ну да, возможно, вы их и потеряете. Но это не будет абсолютно фатально для вашего бюджета. А карту в этом случае можно легко перевыпустить, опять же, пользуясь теми дистанционными сервисами, которые представляют кредитные организации. Благодарю вас и надеюсь, что это не последняя наша встреча. Предлагаю встречаться чаще, говорить на эту тему, потому что действительно тема очень важная и нужная. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова